МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости дня. Узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихов. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сорванные погоны. Нацгвардия отчиталась, что уже лишила Семенченко звания офицера. Визовые схемы. Как таксист из Лондона зарабатывал на жителях Украины. Как закрывали клуб. С кем и какими методами борется глава департамента противодействия наркопреступности. Дым чужбины теперь им не сладок. Украинцев в Польше арестовали за изготовление поддельных сигарет. Так и не раскачались. В парламенте сегодня последний день сессии и сонное царство. Депутаты, конечно, попытались обсудить отставку правительства. Даже вопросы министрам задавали. Каков итог? Расскажет Ольга Рыцарь. Последний день уходящей сессии многие депутаты решили проигнорировать. Несмотря на то, что сегодня час вопросов к правительству, зал практически пуст. Самого премьера тоже не было. Вяло отчитывались пришедшие министры. По словам главного финансиста страны Натальи Ярейско, уже в этом году Украина ожидает 10 миллиардов долларов от международных партнеров. Также рассчитывает на 6 миллиардов от МВФ. Правда, точную дату получения кредита министр назвать не смогла. А вот критику депутатов в сторону Министерства здравоохранения Квиташвили воспринял как личное оскорбление. Министерство охороны здоровья сегодня перетворилось в Министерство торговли и в Министерство попрошайки. Мало того, что нет реформ, то еще и не выполняются законы. Например, закон про экстренную медичную допомогу. 18 числа, слов министра, все было нормально по гриппу, как снег на голову. Сегодня 150 померлих. Я от вас никаких претензий не буду принимать, абсолютно. Пока вы не публично не извинитесь перед моими заступниками, перед Министерством и людьми, которые там сидели. Которые работают 20 часов в день. Придержите свои претензии к себе. Принимайте законы и занимайтесь тем делом, которым вы должны как депутат заниматься. Законов, правда, из-за отсутствия большинства нардепов принимать не стали. В основном говорили о грядущем отчете правительства и собрании коалиции. Уже сегодня все фракции делегировали своих представителей в специальную рабочую группу. Те должны наработать изменения в коалиционные соглашения. Я должен, как политик, от них почути. Мы знаем стратегию развития, что это будет через квартал, это будет через два, это будет увеличение рабочих мест. Мы хотим показать, если они понимают, как будет развитие экономики. В угоде про коалицию чётко прописать по блоку уряда ответственных, прописать термины и прописать, возможно, прописать наследки, если коалиционный угод не выполняется. Собрание коалиции по результатам всех наработок планируется звать 15 февраля, за день до отчета правительства. Тогда и будут решать, отставка всего Кабмина или точечные изменения. Премьер-министр заявляет, у меня нет министров, у меня только три министра моих. Если у тебя три министра, то ты премьер трех министров. Кто премьер всех других? Значит, ты не премьер. Мы говорим, давайте мы заберем этого премьера и поставим премьера 19 министров. Они имеют право собрать 150 подписей, инициировать постанову про недоверие уряду, и собрать 226 голосов в сессийной зале. И брать на себя всю полную ответственность за ситуацию в Украине. Решение, на мой взгляд, должно быть одно единственное, правильное, для того, чтобы мы спасли страну. Это не просто отставка, повторяю еще раз, не просто отставка, а посадка нынешнего уровня этого правительства, которое довело страну до такого уровня коррупции, до такого уровня бедности, до такого уровня разрешения экономики. Нет ни одного министерства, в котором нет коррупционных скандалов. А Народный фронт, который рассказывает что-то, он имеет 0% поддержки в обществе. Я не понимаю, от имени кого вообще они разговаривают. За разговорами об отставке Кабмина неделя работы в парламенте прошла, по сути, впустую. Депутаты таки не приняли ни одного важного закона, не говоря уже об изменениях в бюджет. Мы очень четко показали, где сегодня можно взять 62 миллиарда гривен. За счет чего сегодня можно увеличить доходы пенсионного фонда на 40 миллиардов гривен. И за счет этого проиндексировать пенсии. И за счет чего можно на 20 миллиардов гривен увеличить расходы государственного бюджета и увеличить и проиндексировать сегодня заработные платы бюджетникам. Соответствующие законопроекты от оппозиционного блока уже зарегистрированы в парламенте. Но исправлять бюджет депутаты начнут уже на следующей сессии. Ее откроют 2 февраля. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Интересно, как сами депутаты оценивают результаты своей работы. Провели в парламенте неделю, да и то неполную. После длительного отпуска вот результаты пока не особо видны. Спросим их об этом лично, уже менее чем через час в черном зеркале. Поговорим также о судьбе коалиции Кабмина. Как долго еще жить нынешнему правительству. Кто придет ему на смену. И также, когда возьмутся за бюджет. Ведь сами же заявляют, что он абсолютно сырой. Ответы уже скоро в 21.00 в политическом ток-шоу «Черное зеркало». Не пропустите. Сделать хоть что-то полезное напоследок требует от правительства педагоги. Полтысячи митингующих пришли к Кабмину, чтобы тот вернул ПТУ финансирования из бюджета. Мы уже рассказывали, с нового года профтехучилища в стране оказались просто на грани выживания. Удалось ли сегодня достучаться до министров, знает Анна Каменева. Все профессии важны, все профессии нужны. Но, видимо, не для Кабмина. С нового года существование профтехучилищ в городах областного значения под большим вопросом. Их финансирование правительство неожиданно переложило на местные власти. А у тех денег нет. Поэтому сегодня около полутысячи педагогов из 15 областей пикетировали Кабминет министров. Мы просим, чтобы профтехучилища финансировали так, как и в прошлые годы, с 1 сентября. Наши обычные, сыреты и работники не отримают зарплаты. И наши дети очень торгуются в том, что они не закончат в этом году профтехучилищу. Они не отримают диплома. Все профтехучилища, особенно аграрные, имеют земли, имеют большие территории, корпусы, которые, понимаете, коммунально положат на это руку и все закроется. Не могут быть все, не академиками, не могут быть все профессорами, юристами. Нужна и рабочая сила. Кто будет вам ремонтировать ваши унитазы и дорогие автовки? Кто? Спустя час к митингующим из Кабмина никто так и не вышел. А в это время в парламенте министр финансов отчитывается. Компромисс найден. И не можно говорить категорично про ПТУ в целом. В целом нет проблем. Конкретные проблемы существуют. Мы в первом квартале будем вырешивать с каждым местным бюджетом, с каждым областным финдирект-департаментом все эти проблемы. Но на что же будут жить педагоги и ученики эти три месяца, пока в высоких кабинетах будут решать вопрос финансирования? Кто возьмет под свою опеку ПТУ, который готовит специалистов не только для своей области, а для всей страны? Что будет с помещениями училищ, когда они перейдут в собственность города? На эти и другие вопросы сегодня пытались найти ответы нардепы и чиновники на совещании профильного комитета. Туда и пригласили несколько митингующих педагогов. Оказалось, на грани жизни и смерти более 400 ПТУ. В Минфине отчитываются проблемы с финансированием, возникли в 25 городах. Есть такие руководители регионов, которые принципово не хотят брать финансирование этих закладов на местный уровень. То есть, доходы там позволяют решить это вопрос. Это уже ответственность в городе, а не в Министерстве финансового. 10% податка на прибуток было передано без дополнительных повноважений по областному уровню. То есть, ресурсная база увеличена. И вот эти 10% они, ну, я не понимаю, как их разорвать в Луганской области. Что, отбудовывать дороги, навчать детей, будивать и восстановить область. В городе Рубежном на отримание ПТУ мы должны выделить 25 миллионов. Для города Рубежного ничего не работает. Ну, это просто нереально. У нас уже на сегодня в крае на одного слюсара 5 руководителей. Депутаты уже разработали и зарегистрировали законопроект, который перекладывает финансирование ПТУ с местных на областные бюджеты. Наш законопроект предпочитает надание освещенной субвенции на добывание загальной средней осветы. Распределить миллиард гривен стабилизационного фонда на подготовку работающих кадров. Уже во вторник этот документ появится в сессионном зале, а пока шло заседание, митинг переместился под Верховную Раду. К пикетирующим присоединились и нардепы. Это просто вырубывание главного стабора, основы национальной экономики под корень. Потому что вот эти все люди выучили новое и выучат новое поколение украинцев, которые будут работать на отновленных фабриках и заводах. В профильном комитете и министерстве вскоре обещают начать работу над глобальным законом о профтехобразовании. Анна Каменева, Валентин Белич, подробности телеканал Интер. Кто кормится на визах для украинцев? В зарубежных СМИ разгорелся скандал. Журналисты раскрыли схему наживы на оформлении документов. Ниточки ведут к россиянам, бывшим сотрудникам КГБ и простому лондонскому шоферу. Журналисты подробностей проверили информацию и вот что выяснили. Львовский визовый центр находится в самом сердце города, в одном из торговых центров. Услуги, помощь, подготовки документов для получения виз стоят 470 гривен. А курьерская доставка документов 200 гривен. Это плюс к стоимости самой визы. Немалая сумма, да и качеством услуг многие недовольны. Знакомая Петра заболела и не смогла сегодня сдать документы. Перенести на другой день в визовом центре отказались. Она оплачивает шерез, то есть регистрируется шерез на чергу. Ну, как для меня это абсолютно не реагирует на людей, с жадной увагой на то не принимают. Робляют то, что хотят и выкачивают все гроши, остальные гроши из людей. Это не есть, как бы вам сказать, визовый центр. Как для меня это и бред. Это контора, которую нужно просто закрыть. Кому же идут деньги за посредничество в оформлении виз? Львовские активисты решили провести собственное расследование. Начали, казалось бы, с простого. Кто занимается доставкой документов? Это перевезение происходит с какой-то компанией под торговой маркой ТММ-экспресс. Мы шукали, кто есть владельцы этих фирм. И к ним вывелись, по сути, как и украинцы, но которые на Украине уже долго не проживают. Они также имеют очень много офшорных компаний. На сайте визового центра указано, все услуги предоставляет ВФС Глобал. Это компания, внешний партнер дипломатических миссий в 124 странах мира. Но физический адрес в Украине компании ВФС Глобал не указан. На их сайте только номер телефона в Мумбаи, Индия. В Украине фактически все идет через другую фирму-посредника. Вот результаты поиска через сайт Минюста. По словам визовый сервис-центр, адрес львовского визового центра. Учредитель некая частная фирма в Амстердаме с уставным фондом в 2 миллиона гривен. А конечным бенефициарием, получателем прибыли от работы визового центра является гражданин Латвии с русскими корнями Юрис Байкас, проживающий в Риге. Но, как выяснили уже наши коллеги, журналисты львовского издания «Экспресс», реально миллионер живет в Лондоне и работает простым водителем у директора аэропорта. Нам удалось связаться с шофером-миллионером по телефону. Нам интересно, известно ли вам, что такая компания на ваше имя зарегистрирована, или, может быть, вы не знаете об этом? Ну, пожалуйста, я хотел по телефону говорить об этом, поэтому прислайте, пожалуйста, письмо тогда с вопросами. А можно с вами встретиться лично? Если вы находитесь в Великобритании, я тоже нахожусь в Великобритании, мы могли бы поговорить. Ну, а что же львовское руководство визового центра? На входе нас останавливает охрана, просят подождать в коридоре. Через полчаса вот такой ответ. О том, на каких условиях сервисный визовый центр оказывает посреднические услуги в оформлении визы украинцам, кто контролирует их работу и кому же соискатели платят немалые деньги, могли бы рассказать в Министерстве иностранных дел. Мы направили запрос в МИД, но несмотря на то, что для сотрудников ведомства наше обращение не новость, ранее подобный запрос направляли журналисты Львовской газеты «Экспресс», нам сообщили, что сегодня дать такой комментарий не готовы. И попросили подождать до понедельника. Ирина Исыченко, Кристина Гошенко, Оксана Кундеренко, Юрий Голубенко. Подробности – телеканал «Интер». Ждем понедельника, когда МИД даст разъяснение, как работает визовый центр, причем не только во Львове, но к тому времени, надеюсь, моя коллега в Лондоне сможет пообщаться и с водителем-миллионером. Вполне возможно, что он является конечным выгодополучателем не только львовского визового центра, так что ждем продолжения этой истории. Тяжелую технику, запрещенную Минскими соглашениями, стягивают боевики к селу Черновому Донецкой области. Наблюдатели сообщают, насчитали 40 танков, более сотни бронетранспортеров, 35 единиц артиллерии и 50 военных грузовиков. Базу обнаружили с помощью беспилотников ОБСЕ. Вот только на место скопления техники представителей международной миссии боевики не пустили. Кто-то не хочет, чтобы мы видели, что происходит на приграничной территории. Сначала члены ЛНР говорят, что они будут нас сопровождать, но все равно не разрешают нам попасть на эти территории. Такая практика противоречит мандату миссии. Двое украинских военных получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО. Обстрелы фиксируют вдоль всей линии разграничения. На Мариупольском направлении неспокойно на подходах к поселку Коминтерного. Именно там сегодня побывал Александр Пантелеймонов. Сейчас на поступах к Коминтерному между нами и противником, по сути, остается только это поле. Если днем подойти незамеченным сложно, то ночью вполне возможно подобраться практически впритык, выручая только тепловизоры. Сегодня ночью была замечена группа с числа трех-четырех человек. Замечена благодаря тепловизору. Действия наши были предприняты следующие. Подпустили поближе и открыли огонь на поражение. По словам военных, ночной бой шел практически в наших траншеях. Враг не боится подходить впритык. Раньше военным просто нельзя открывать огонь. После вражеской разведки чаще всего начинаются обстрелы. Затишье только когда приезжают наблюдатели ОБСЕ. И даже в присутствии наблюдателей не всегда сохраняется полная тишина. В любой момент может выстрелить снайпер или прозвучать очередь из пулемета. Используют в основном крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы 82-миллиметровые. Вот можно слышать даже, идет стрельба, работает снайпер по всей видимости. Стреляют не только в районе Коминтерного. Ночью было неспокойно в Широкино, Маринке и Красногоровке. Там боевики применяли минометы. Все-таки не майор и даже не капитан, а рядовое резерво. В Нацгвардии показали приказ о лишении офицерского звания народного депутата Семена Семенченко. Подписал его еще 22 декабря 2015 года Сергей Билан, на тот момент командующий Нацгвардией. Основание для лишения звездочек – выводы служебного расследования военной прокуратуры. Следствие выяснило, что временное удостоверение офицера запаса Семенченко выдал в Ижгородский районный комиссариат. Хотя никаких оснований для этого не было. Теперь уже рядовой Семенченко сегодня уже отписался в Фейсбуке. Все это назвал заказом. Но во всем винит даже не военного, а генерального прокурора. Утверждает, тот крутит аферы и стимулирует расследование. А вот ни слова о том, что офицерское звание может получить только человек с высшим образованием. Напомню, у Семенченко оно лишь среднее. Борьба со злостными наркоторговцами или пиар. Директор Департамента противодействия наркопреступности Илья Кива отрапортовала закрытие столичного клуба «Клоузер». История с заведением примечательна тем, что после визита туда правоохранителей в середине декабря прошлого года более ста человек обратились в милицию, заявив о побоях. О закрытии клуба администрация пока ничего не знает. В истории разбиралась Оксана Григорьева. Столичный клуб «Клоузер», куда последнее время часто наведывались правоохранители, закрыт решением суда. Об этом вчера вечером на Фейсбуке написал новый глава Департамента противодействия наркопреступности, одиозный Илья Кива, о чьем криминальном прошлом вчера рассказывали подробности. Заявление мгновенно разлетелось в интернете. Но, как оказалось, уже сегодня в администрации клуба ни о каких решениях суда не слышали и документы не получали. Какое судовое решение я доведусь от журналистов. И это была единственная информация, которая вообще сейчас есть относительно закрытия клоузера. Я думаю, что это просто спекуляция чистой воды. Главный борец с наркопреступностью также написал на своей странице, что заведение, где месяц назад у посетителей изъяли наркотики, якобы крышевал брат известного политика. В частности, имея в виду брата народного депутата Мустафы Наема. Как известно, он юрист клуба и обвинения он опроверг на своей странице в Фейсбук. Уже через несколько часов Киева удалил упоминание о брате политика, дописав постскриптум «шила в мешке не утаишь». Видимо, хотел написать «в мешке». Сам пост автор отредактировал шесть раз. Такое заявление вызвало бурю эмоций у интернет-пользователей. Так бизнесмен Гарик Карагоцкий предложил поискать наркотики у посетителей Кабмина и Верховной Рады и тоже их закрыть. А адвокат Ксения Проконова заявила, что подобные посты – призывы к жестокому обращению с животными. Сам Киева уже сегодня после обеда о своем вчерашнем сообщении напрочь забыл. Вы оставляли пост в Фейсбуке, в котором обвинили Мустафы? Нет. Я так понимаю, он вступает и участвует в этой всей перепалке и в защите как адвокат. Тем временем в администрации клуба заявляют, что подобные обвинения – это как минимум клевета. Более того, правоохранители до сих пор не расследовали обращения более ста посетителей клуба, которые пожаловались на насилие со стороны милиционеров, штурмовавших Клоузер в декабре прошлого года. Тогда несколько человек обратились в больницу. У нас претензии до дикого свавилия, которое себе позволяют органы в таких акциях. Больше схожа на отвертый цирк. Это непрофессионная работа. Здесь заявляют, пока не получат из суда документы, подтверждающие слова главного борца с наркопреступностью, будут и дальше работать. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Свежий улов взяточников. В Кировоградской области СБУ с поличным задержала замначальника новоукраинского райотдела полиции. Подполковник юстиции за 15 тысяч гривен обещал закрыть криминальное производство в отношении местного жителя по статье «Хулиганство». Задержан был во время получения взятки возле здания райотдела. Открыто уголовное производство по статье «Неправомерная выгода». А вот во Львове полицейские прямо на рабочем месте взяли под арест таможенника. Старший инспектор потребовал мзду 2,5 тысячи гривен у фермера, который оформлял ввоз комбикорма из Польши. Теперь таможеннику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Райсоветом в Киеве. Быть или нет? Окружной админсуд заблокировал проведение выборов в столице. Они должны были состояться уже 27 марта. Кто не хочет этих выборов и нужны ли они Киеву? Разбиралась Ольга Теребинская. Быть или не быть райсоветом в столице. 27 марта день назначенных выборов не за горами. А в судах продолжают разбираться, нужны ли они вообще. Общественники уже выиграли суд первой инстанции, который заблокировал проведение голосования. Но понравилось это решение не всем. 8 партий уже написали письмо президенту. Призывают не допустить срыва выборов. А ЦИК и вовсе собирается оспорить вердикт. Районные советы в столице ликвидировали еще 6 лет назад. Но в прошлом году киевские депутаты решили воскресить все 10 райсоветов. В комитете избирателей Украины считают, эти выборы, как и в целом структуры, ни столице, ни другим городам не нужны. И прогнозируют, судя по опыту последних лет, явка киевлян не будет высокой. Ради в тей форме, районні ради в місті Киеві, які хочуть відновити, це атавизм радянської системи, тією, від якої ми зараз відмовляємось. Ми не бачимо ніяких об'єктивних підстав для того, щоб їх зараз відновлювати. Якщо ж говорити про те, що необхідно якось удосконалювати систему управління, самоуправління в місті Киеві, то є досить хороший закон про органи самоорганізації населення, який діє в Україні. На основі цього закону можна створювати будинкові, вуличні, мікрорайонні комітети. Вони можуть мати певні повноваження, які їм надавати міська рада. Такого же мнення придерживаються і оппозиціонери. Районні совіти городу не потрібні. Хватає тих 120 депутатів городського совєта, які працюють, і які в состоянии виконувати свої функції по представителю інтересів жителів города. Він ще 630 чи 520 депутатів, кожен з них потребує і персонального допомога, і секретаря, і автомобіль, і гроші, для того, щоб виконувати предвіборне обіця, город просто не потянет фінансово. Гораздо краще ці гроші, ці сотні мільйонів гривень, направити на решення соціальних проблем. А вот в мерії кажуть, прежде чем проводити такі вибори, треба внести змінення в законодателіство. Це може нагадувати таку ситуацію. Ви сіли в таксі, даєте завдання їхати, куди їхати, і бачите, що у вас два водія і два руля. І у кожного з них свій план. Може буде так стати, що ви нікуди не поїдете, а якщо поїдете, до першого столба. Так як в Конституції не прописано про районні ради, нам потрібно законом чітко прописати, які повноваження, які функції, щоб вони не дублювались. Состояться ли эти выборы, сейчас зависит только от апелляційного суда. І то, якщо засідання пройдет в ближайшее время. Так як срок для подачи заявлений кандидата в депутаты істекає 8 февраля. Ольга Теребінська, Сергій Дубинин. Подробності – телеканал «Интер». Подробність ситуацію обсудимо в черному зеркале. Як і то, не пойдет ли скоро вся країна к избирательним урнам переизбирати депутатів? Не развалит ли коалицію демарш трех ее фракций, которые требують немедленной полної відставки правительства? Не пропустите ефір политического ток-шоу ровно в 21.00. Калифорнийський или свиной грипп продолжает уносить жизни украинцев. По данным Минздрава, на сегодняшний день от болезни умерли уже 155 человек. За время эпидемии гриппом переболели более трех миллионов украинцев. Какие прогнозы делают врачи? И кто пытается извлечь политическую выгоду из эпидемии? Узнавали наши корреспонденты. На сегодня эпидемический порог превышен уже в 18 областях Украины, говорят в Минздраве. Причем в 11 областях больше, чем на 50%. Карантин в столичных школах продлили еще на неделю. Тем не менее, в Киевском центре экстренной медицинской помощи говорят, количество обращений с симптомами гриппа и ОРВИ за последние сутки уменьшилось. То количество, например, на сегодня, который день мы принимаем, это 1800 вызовов. Наблюдалась тенденция увеличения вызовов. Это где-то в период с 12 по 14 января, 15. Да, действительно, был такой вот довольно высокий пик обращаемости. И где нами было обслужено за сотки 2000 вызовов. Ольга Дворник работает в Киевском центре экстренной медицинской помощи более 10 лет. Рассказывает, такого количества обращений в период эпидемии гриппа, как сейчас, не помнит. Жалуются в основном на высокую температуру. Даже незначительно, там может быть 38, або там 37 с чем-то. Все равно они вызывают сразу швидкую допомогу, боятся ускладений гриппу. Паника, да, на информационном уровне, все рассказывают, что очень страшный грипп. Из-за этого, я думаю, что из-за этого у нас больше всего вызов. Эпидемия гриппа добавила работы и врачам скорой помощи. При малейших симптомах люди звонят на номер 103. Хотя точно поставить диагноз могут только терапевты. Нужно обратиться к лекарям поликлиники, чтобы они в динамике спостерегали. А если спостерегаются хворые, значит, возможно, они будут ускладены, если хворые правильно ликуются. Чем лечить больных гриппом киевлян сегодня обсуждали в столичной лаборатории особо опасных инфекций. Туда вызвали врачей больниц и журналистов, чтобы запечатлеть вручение гуманитарной помощи. Тамифлю и Реленца от посла Литвы лично в руки министру здравоохранения Александру Квиташвили. Вопросов у журналистов было действительно много. Например, зачем министру пиар на гриппе? Похожая ситуация уже была в 2009-м. Тогда премьер Юлия Тимошенко практически додавила парламент. И на закупку Тамифлю потратили свыше 11 миллионов гривен. А на борьбу с эпидемией из резервного фонда и госбюджета выделили 1 миллиард. Тимошенко лично встречала самолет с иностранной помощью в Борисполе. Сегодня фармацевты подтверждают, люди снова сметают с аптечных полок годовой запас противогриппозных препаратов. В Минздраве договорились с производителями лекарств о срочных поставках в Украину Тамифлю и Реленца. В аптеках они уже с 18 января. А сегодня министр здравоохранения получал от литовского посла медикаменты для Киева. 150 упаковок Тамифлю и 1300 упаковок Реленца. То есть если бы не вот эта гуманитарная помощь у нас получается, не было бы возможности самим справиться, даже по Киеву. Или это подстраховка? Ну да, вот мы сами могли справиться без гуманитарки. Да, слушайте, люди увидели, что есть нужна помощь. И они помогли. Да, мы могли бы точно купить. Но в стране не только ситуация тяжелая, а вообще. Хватит ли этого количества лекарств для такого мегаполиса, как Киев? В лаборатории сказать не могут. Министр уверяет, этого достаточно. Егор Логинов, Сергей Ковали, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. 58 граждан Украины задержали на подпольной табачной фабрике недалеко от Варшавы. Во время обыска польская полиция изъяла более 5 миллионов сигарет и 3,5 тонны табака. Общая стоимость конфиската почти 1 миллион 375 тысяч евро. Подпольный бизнес организовали трое наших соотечественников. Их уже арестовали, обвиняют в организации преступной группировки. В украинском медиа сообщили, остальных 55 задержанных украинцев уже отпустили. Девять человек, граждан Украины, выявили желание добровольно повернуться в Украину. Все другие, которые освобождены, им ничего не загрожает, потому что если освобождены и не обязаны оставить территорию, значит люди имеют визы, имеют подставу легально перебивать на территории Польши. Злодеев помасштабнее продемонстрировали Европе. Европол составил топ-57 преступного мира. Их уже успели назвать выдающимися преступниками нашего времени. Кто попал в черный список, где можно увидеть этот документ, и что грозит его героям, кроме сомнительной славы, расскажет София Гордиенко. Европол, объединенная полиция ЕС, постарался на славу. Теперь снимки преступников смогут лицезреть не только правоохранители на стенах своих полицейских участках и в компьютерах. А этим 57 беглецам, проходя по улицам, придется поглубже натягивать свои шапки и парики. Нежданно, негаданно новинка Европола стала топ-новостью дня, которую перепечатывают буквально все издания. На интерактивной интернет-странице можно увидеть самих беглецов и посчитать их захватывающей биографией. Кроме уже известного парижского террориста Салаха Абдеслама и его подельника, здесь есть и румынский йога-гуру и духовный наставник, державший в сексуальном рабстве несовершеннолетнюю убийцы, грабители и даже юная финансовая мошенница. Раньше они были известны только у себя на родине. Там же были приговорены к разным срокам, но сумели бежать еще до вердикта суда или даже из тюрьмы. Однако теперь их ищут на территории всего Европейского Союза. Информация доступна на 17 языках. Есть и один выходец из бывшего Советского Союза, Армен Аганессиан, за 1000 долларов заказавший убийство эстонского полицейского в Нарве. Надо сказать, что идея такой интернет-страницы отличная. Отныне все неленивые граждане регулярно могут заходить на сайт www.eumostwanted.eu и видеть подозрительных личностей. Причем узнав кого-то, не обязательно звонить в полицию, можно оставить сообщение на сайте. И для этого даже не обязательно жить в Европейском Союзе. София Груденко, Василий Тружковский. Подробности. Телеканал Интер. Брюссель. 40% жителей Германии выступают за отставку Ангелы Меркель, обвиняя канцлера в неудачной внешней политике. Таков результат свежих соцопросов, проведенных журналом «Фокус». Раздражение немцев связано с миграционной политикой в первую очередь. В прошлом году, по подсчетам правоохранителей, в пять раз увеличилось количество атак на приюты для мигрантов по сравнению с 2014. Правительство реагирует с опозданием. Только накануне правящая коалиция договорилась ужесточить правила предоставления убежища, а также упростить порядок депортации провинившихся беженцев из страны. Продолжаем подробности и вот о чем узнаете во второй части. Не пришлись ко двору. Чем провинились перед Минюстом 30 семей переселенцев из Крыма и Донбасса? Кто взорвал туристический лайнер? Названы, возможно, исполнители теракта на борту Коголым-Авиа. Память украинцев, которых расстреляли большевики зимой 1918 года под Крутами, сегодня почтил президент Петр Порошенко. Вместе с другими первыми лицами страны, бойцами АТО и общественниками, президент возложил цветы к памятному кресту, героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. И сегодня же Петр Порошенко встретился с будущими защитниками страны в Киевском военном лицее имени Багуна. Президент провел параллели между легендарным боем в войне за свободу Украины и днем сегодняшним. Тогда, как и теперь, Россия не может смириться с существованием самостоятельной Украины. Как в той час, так и сейчас. Иде гибридная война. И вот деякие спильные ознаки невознания краиной агрессором, факту своей агрессии, миф про громадянскую войну, брехливая пропаганда створения марионетковых республик, поддержка пятой колонны в середине Украины тощо. В день памяти героев Крут вспоминали и бойцов АТО. Трагическая статистика. За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 2269 военнослужащих, сообщил президент Украины. А вот главный военный прокурор страны Анатолий Матиос обнародовал небоевые потери украинской армии на Донбассе. По его данным, это три полка, более тысячи человек. Причины называют разные. Расстрел сослуживцев, неосторожное обращение с оружием, увечья, повлекшая смерть, ДТП, болезни сердца. В качестве примера привел трагедию, случившуюся по вине нетрезвого бойца. Тот бросил в буржуйку гранату и убил 13 сослуживцев. Также Анатолий Матиос напомнил о скандале с батальонами Айдар и Торнадо, бойцов которых подозревают в разбои и мародерстве. И сообщил о том, что 15 бывших торнадовцев до сих пор находятся в розыске. Память защитников Крут почтили и в селе Староселье. Это в Черкасской области местные жители. Там несколько могил погибших, по крайней мере, так уверяют старожилы. Станислав Кухарчук подробнее. 29 января для Людмилы Карповны особый день. Сегодня, как и 30 лет назад, она пойдет на старое сельское кладбище. Проведок могилы трех неизвестных солдат. Их похоронили зимой 1918-го. Эту скорбную традицию женщина переняла от сестры, та от соседки, а соседка от своей мамы. У Людмилы Карповны всего 4 класса образования. И о том, что произошло в 1918-м под Крутом, ей мало что известно. Но знает. Тех бойцов село привезли именно оттуда. Так ей рассказывали сестра и соседка. По дороге пенсионерка заходит в магазин, покупает сладости, а отсюда и до старого кладбища рукой подать. Вот эти могилы в самом центре. Несколько лет назад на них установили новые кресты. На табличках слова «Неизвестный боец погиб под Крутами». Людмила Карповна аккуратно раскладывает печенье и сокрушается, что не знает, как звали погибших и откуда они родом. Ребят хоронили здесь тайком. О том, что здесь похоронены погибшие под Крутами стало известно лишь 7 лет назад. И то случайно из рассказов местных жителей, говорит руководитель сельского краеведческого музея. Историки не раз пытались установить имена погибших бойцов, но тщетно. Очевидцев уже давно нет живых, а в архивах информация о бое под Крутами очень скудная. Ну ничего уже не можно дизнаться. И долгий час наши жители молчали про эти подеи. При радянской владе ничего не рассказали. Чтобы об этих могилах осталась хоть какая-то информация, Людмила Карповна написала в музей историческую справку. В ней весь рассказ, передаваемый в староселье поколениями. Из уст в уста. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкасская область. Народная декоммунизация. В Днепропетровские активисты решили снести памятник Григорию Петровскому. Во времена советской власти его называли всеукраинским старостой. Считается, что он один из организаторов голодомора 30-х годов в Украине. На месте находится моя коллега Наталья Грищенко. Наташа, приветствую. Скажи, активисты уже начали сносить этот памятник? Как это происходит? Насколько все мирно? Ну, на самом деле, происходящее можно видеть за моей спиной. Сейчас на привокзальной площади Днепропетровска около 300 человек. Они собрались возле памятника одиозному красному наркому Григорию Петровскому. Называют себя активистами, сторонниками декоммунизации. В их распоряжении имеется одна болгарка. Ее, собственно, и пытаются распилить памятник. Ну, вот, начали пока с ноги. Мы разбиваем людей, чтобы у кого ничего не было. Но вы имеете намерение его повалить? Так, так, точно. На месте уже побывал начальник управления коммунального хозяйства города. Он категорично заявил, что происходящее незаконно. И просил активистов подождать до ближайшей сессии. Когда вопрос демонтажа памятника вынесут на голосование, сделают это законным путем. Активисты ждать не соглашаются, продолжают пилить. Рядом дежурят сразу несколько патрулей полиции. Наша задача – охрана громадского порядка. Больше никакой информации. На жаль, мы не молодые. Видите, работаем. Но все спокойно сейчас. Следует сказать, что памятник Петровскому сделан из очень толстого чугуна. Весит он более 12 тонн. И уж если упадет, то может натворить немало бед. Дело в том, что рядом железнодорожный вокзал, станции метро. Очень оживленно ходят трамвай. Здесь вообще очень много людей. Чтобы обезопасить их, полицейские пытаются перекрыть входы и выходы из метро. Но, собственно, активисты продолжают пилить. Ну и сейчас уже можно сказать, что делать они это будут долго. Потому что Петровский оказался на удивление крепок. Ну, возможно, несколько ускорит процесс кран-подъемник, который пригнали сюда буквально несколько минут назад. В любом случае, мы остаемся здесь и продолжаем следить за процессом декоммунизации. Студия. Спасибо, Наташа. Наталья Грищенко была с нами на связи из Днепропетровска. Выселить любой ценой. Переселенцев с Донбасса выживают из министерского общежития. В морозы отключили свет, на днях хотели оставить без воды. Елена Митясова выясняла все подробности. В коридорах общежития хоть глаз выкалит темно. Чтобы как-то здесь ориентироваться, мы подсвечиваем камерным светом. Да и очень холодно. Руки мерзнут, нос уже красный. Да, наверное, вы видите, как при разговоре у меня пар идет изо рта. Такие спартанские условия, уверяют жильцы общежития, им создают нарочно. На 9 дней в лютые морозы сначала отключили свет, при том, что на кухнях электроплиты. Позавчера еще хотели перекрыть холодную воду, жильцы не дали. О горячей воде и отоплении вообще речь не идет. Их никогда здесь не было. Вот буквально во вторник с утра было плюс 2. Можете писать, пар изо рта идет, все замерзшее в квартире. Хорошо, вот столовая у нас напротив, нам там кипяточек давали, чайочек даже давали бесплатно. Два дня назад в комнаты дали свет, но с оговоркой «Временно». Семья Ковалевых вчетвером ютится в одной комнате из Донецка. Сюда в общежитие Министерства юстиции они переехали год назад по рекомендации Департамента соцполитики. За свою комнату ежемесячно платят 3,5 тысяч гривен, из которых 1700 отопления, которые отсутствуют, 578 гривен НДС, туристический сбор и долги общежития прошлых лет. О них люди узнали буквально на днях. Их насчитывает квартплату и Министерство заставляет платить. Жильцы пытались найти с ведомством компромисс, но теперь их выселяют. Нам дали такую маленькую отсрочку для урегулирования всех наших конфликтов с Министерством конкретно. С Киев Энерго пообещали, на неделю нам дали свет. Из этой недели нам нужно разобраться с Министерством. С Министерством тяжело разбираться. Мы боремся, нам просто некуда ехать. Ну элементарно, некуда. Он у нас очень сильно заболел в связи с этим всем холодом. Я его не могу вычухать. И теперь вот ходим, мы с таким носом намазанным, уже всем чем угодно мазали. Ну, вчера приходил доктор, но толку никакого нет. Яна сама воспитывает двоих маленьких детей. Чтобы заплатить за комнату в общежитии, 2800 работает на двух работах. Даже с двумя работами я не потяну съемную квартиру за 5000 гривен. Но помимо квартиры нужно еще как бы что-то детям покупать из еды, из одежды. Долги за электроэнергию 29 тысяч гривен. Помочь их выплате жильцам предложили волонтеры. Но Минюст, говорят, переселенцы отказался выдавать квитанции благодетелям. Оказались тщетными их попытки и лично встретиться с министром. Люди уже подали иски в суд, но слушание о дел всякий раз откладывают. В Министерстве юстиции мы тоже написали очередной запрос. Первую неделю назад сегодня новый, но ответов так и не получили. Не удалось встретиться и с администрацией общежития. На месте никого, да и сегодня короткий день, пятница. У них есть одна цель, просто у нас оттуда выжить. Елена Митясова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. По-новому и без коррупции. Именно так обещают работать новые центры предоставления админуслуг. Сегодня такой появился в Ривне. Открыть его приехал президент Петр Порошенко. Центр планирует предоставлять 144 вида услуг. Здесь можно будет получить разрешительные документы, справки на право собственности и регистрацию бизнеса. До сих пор, чтобы оформить многие подобные бумаги, приходилось ехать в Киев. Теперь же все можно будет сделать в одном месте. По словам Порошенко, такие центры позволят привлечь дополнительные ресурсы на места и повысить ответственность местных властей. Не нужно, чтобы гражданин бегал по разным институциям, для того, чтобы собрать никому не нужные папирцы. Он должен вытрачать минимум времени. Все должно быть в электронной системе. И для этого не нужно ни одного героизма. И вместо вахтера с обличчем прикордонника, человек должен встретить такие приемные обличия девочек, которые вы сегодня можете увидеть. После этого Петр Порошенко поехал во Владимирец. Там посетил новое отделение хирургического корпуса райбольницы и поликлинику. На их реконструкцию потратили более 35 миллионов гривен. Побывал глава государства и на Ривненской АЭС. Там заявил, что благодаря новым инвестициям, атомные станции смогут работать не только на потребление, но и даже на накопление энергии. Два коттеджа, два земельных участка, имение почти в тысячу квадратов и Роллс-Ройс. Все это снова принадлежит экс-министру экологии Николаю Злачевскому, который объявлен в розыск. Сегодня стало известно, что месяц назад Печерский райсуд столицы снял арест с его имущества. Якобы из-за того, что подозрение было вручено не самому Злачевскому, а его адвокату, значит у министра беглеца нет статуса подозреваемого. Напомню, Николай Злачевский занимал должность министра экологии в правительстве Азарова. Выдавал лицензии на добычу газа. Полтора года назад генпрокуратура открыла в отношении него уголовное производство. Обвинили Злачевского в завладении госсредствами в особо крупных размерах. Тогда же Великобритания заблокировала его счета 23,5 миллиона долларов по подозрению в отмывании денег. Но вот на днях, получив справку от ГПУ, что Злачевский не под подозрением, разблокировала. В этом же месяце ГПУ передало дело Злачевского в антикоррупционное бюро. Успел ли он распродать свое имущество или переписать на кого-то, пока неизвестно. Подробности будут следить за расследованием этого дела. Еще плюс один. Нидерланды согласились отправить свои истребители для борьбы с ИГИЛ на востоке Сирии. Ранее страна уже направила в Ирак шесть истребителей F-16. Сколько боевых машин будет нести вахту в Сирии, пока неизвестно. Из европейских стран только Великобритания и Франция направили туда свои военные самолеты для военного дежурства. Расширенный состав международной коалиции в основном бомбит территорию Ирака. И сегодня в Женеве начались переговоры по Сирии. До сих пор свое участие не подтвердила делегация сирийской оппозиции. Она выдвинула ультиматум Дамаску, что сядет за стол переговоров только когда сирийская армия снимет блокаду нескольких городов. Всплыли новые подробности расследования катастрофы над Синаем. Кто мог взорвать туристический лайнер Кагалым-Авиа и что еще нового сообщили следователи, расскажет Данил Русаков. Источники, приближенные к египетскому следствию, рассказали о предполагаемых виновниках авиакатастрофы Кагалым-Авиа. Как сообщили в Каире, бомбу на борт российского самолета, потерпевшего крушение 31 октября над Синайским полуостровом, мог пронести механик египетского аэропорта. А вот изготовил это взрывное устройство его брат, который уже полтора года состоит в рядах террористов ИГИЛ. Каким образом он передал бомбу своему родственнику, пока не выяснили. Известно ли, что пронесли ее в сумке, по данным источника оба брата задержаны. Также сообщается, что к теракту могут быть причастны двое полицейских и один из сотрудников аэропорта, работающий на техническом досмотре. Задержаны ли они, пока неизвестно. Тему Египта несколькими днями ранее затрагивали на самом высоком уровне здесь, в Москве. МИД даже собирается открыть генеральное консульство в Хургаде и возобновить авиационное сообщение уже в феврале. Это решение огласил спикер Госдумы Нарышкин сразу после встречи с президентом Египта Абделем Фат-Ахом Ас-Саси. А вот Турция по-прежнему здесь в черных списках. Об угрозе теракта в этой стране вдруг заговорили не силовики, а Ростуризм, государственное агентство, отвечающее за эту индустрию. Якобы в Турции собираются похищать россиян и отправлять на подконтрольную ИГИЛ территорию, где террористы планируют совершать образцово-показательные казни. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Список нелюбимых судов РФ пополнился. Теперь Москва намерена пересмотреть свое отношение к Международному уголовному суду. Так отреагировала на начало расследования событий в Южной Осетии. Накануне в ГАГе одобрили запрос о расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Южной Осетии в 2008-м. Напомню, в результате российско-грузинской войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. И вот теперь представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что прокурор Международного уголовного суда обвиняет жителей Южной Осетии и российских военнослужащих и, по сути, действует на стороне агрессора. Россия передала более 30 томов российского уголовного дела подтверждений преступлений режима Саакашвили. Ну а еще в Москве недовольны высказываниями представителей Белого дома о коррупции в высших эшелонах власти в РФ. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил своему американскому коллеге Джону Керри. Речь идет о высказывании заместителя министра финансов США Адама Шубина. В интервью BBC он обвинил российского президента Путина в коррупции. Следом пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сказал, что это заявление отражает официальную позицию Вашингтона. Вот по сообщениям российского МИДа Лавров в разговоре с Кири выразил возмущение этими обвинениями, назвав их надуманными и даже добавил, что вина за целенаправленное нагнетание напряженности в двусторонних делах теперь полностью ложится на Вашингтон. Бензин дешевле воды теперь в Арабских Эмиратах. Спортсменов-беженцев объединят в отдельную команду на Олимпийских играх в Рио. И фигуристой Барби теперь будет нужен тучный кен. Об этом и многом другом далее в нашем международном обзоре. В Арабских Эмиратах бензин теперь дешевле питьевой воды. Из-за падения цен на нефть литр топлива категории Special, это аналог 95-го, подешевел до 40 центов, то есть 10 гривен. А вот продукты питания в Эмиратах начали дорожать. К примеру, литр газировки теперь в два раза дороже, чем бензин. Эстафета Олимпийского огня в Греции в этом году пройдет через лагерь для мигрантов, расположенный в Афинах. Один из беженцев даже будет нести факел. Более того, мигрантам разрешат принять участие в играх в Рио-де-Жанейро. Лучших спортсменов-беженцев из разных стран объединят в команду. Выступать они будут под олимпийским флагом. Летние Олимпийские игры в Бразилии стартуют 5 августа. Древние наскальные рисунки в Ливии под угрозой уничтожения. Из-за туристов, которые часто обливают рисунки водой, чтобы краски были ярче. А некоторые умудряются еще и оставлять граффити. Первые рисунки в пещерах датируются 12-м тысячелетиям до нашей эры. На глазах сотен посетителей Сеульского океанариума акула проглотила конкурентку. Две хищные рыбы не поделили территорию. Восьмилетняя самка съела пятилетнего самца, причем сразу проглотить его не смогла. Хвост жертвы остался торчать из челюсти. Рослая, невысокая и фигуристая. Среди кукол Барби пополнение. Компания-производитель решила покончить с дискриминацией. Новые Барби дадут современным детям более реалистичное представление о населении планеты, считают разработчики. А для куклы Пышки уже готовят партнера Кенна плотной конституции. Новые игрушки поступят в продажу с 1 марта этого года. В итальянском городке Остана праздник. Здесь родился младенец впервые за 28 лет. Теперь в городке проживает 85 человек. В честь рождения мальчика по имени Пабло местные жители устроили шумную вечеринку. А мэр города назвал это событие мечтой, ставшей реальностью. Еще в начале 20 века население города составляло тысячу человек. И срочная новость. Только что стало известно, написал заявление об отставке. Аграрный министр Алексей Павленко. Напомню, решение об его отзыве приняла фракция «Самопомич», выдвиженцем которой он и является. Ну что ж, эта новость, неплохая затравка для начала программы «Черное зеркало». Она стартует уже буквально через несколько минут. Сейчас с нами на связи ее ведущий Евгений Киселев. Евгений, приветствую вас с новым сезоном. С чего начинать будем? И вас с новым сезоном, Алексей. Жду вас в студии. Будете, как всегда, мне помогать, ассистировать. Ну а начнем бы, разумеется, вот с темы судьбы правительства. И действительно, известие об отставке, точнее о том, что один из министров подал в отставку, это прекрасная затравка для разговора, наверное, на главную тему, вокруг которой, как я ожидаю, развернутся главные дискуссии. Что будет с правительством? Будет ли отставка правительства? Или все-таки ее не будет? И на каких условиях? И означает ли возможная отставка правительства досрочные парламентские выборы? Будут, конечно, и другие темы относительно, скажем, конституционных изменений. Но обо всем этом мы узнаем буквально через несколько минут здесь, в этой студии. Уверен, эфир будет интересным, ведь за время каникул программы вопросов накопилось много и у зрителей, и у нас с вами. Так что начнем через несколько минут. С нами на связи был Евгений Киселев, автор и ведущий программы «Черное зеркало». С подробностями на сегодня все. Прощаюсь ненадолго, уже через несколько минут. Обязательно увидимся в «Черном зеркале». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова